Броня крепка и танки наши быстры, особенно когда они укомплектованы дополнительной броней от компании Border Models. Мы его ждали, хотели. Итак, встречайте, первый русскоязычный обзор на самую ожидаемую модель этого года. Ну что ж, дорогие друзья, мы целую ночь отстояли в палатках и целый день отлежали в спальных мешках, чтобы первыми на почте получить эту долгожданную модель. Не буду вас томить, давайте заглянем, что внутри этого деревянного ящичка. Весной 43-го года было изготовлено 46 машин. Поделились они пополам, то есть 23 машины были сделаны с экранировкой только корпуса и 23 машины с экранировкой корпуса и башни. Но, собственно, чего тут разглагольствовать? Давайте коробку открывать. А коробочка-то, смотрите, непростая. Нам интересен не столько замечательный бокс-арт Джейсона, который работает в том числе и на таком. Но нам интересно прежде всего вот такое вот деревянное, лимитированное исполнение. Поэтому торопитесь заказывать, кому, собственно, такая модель будет интересна. Дорогие друзья, мне самому не терпится открыть эту волшебную деревянную шкатулку. Итак, смотрите, лимитированное издание. Напоминаю. Итак, что же у нас внутри? У нас внутри инструкция. Точеный ствол, плата фототравления. Как заявляет производитель, вся подвеска рабочая. Но давайте разбираться во всем по порядку. Итак, инструкция дана в виде такой глянцевой, весьма приятной книжицы. Давайте посмотрим, что внутри нее. Итак, историческая справка на английском языке. Я не буду зачитывать, потому что нам это мало интересно. Всего, как уже мы сказали, было изготовлено 46 таких машин. Из того, что удалось найти на форумах и предварительно почитать, какие есть претензии к этой модели. Это то, что балансиры опорных катков даны прямоугольной формы, в то время как они должны быть округлой. Но мне-то, честно говоря, кажется, что это не такая большая проблема, поскольку все это будет закрыто непосредственно катками. И мы этого не увидим, ежели будем смотреть на модель сверху, или она будет задействована в диораме. Главная особенность и главное преимущество данной модели в том, что все-таки подвеска рабочая. Она подпружиненная. Проверить всю работоспособность, конечно, получится только собрав эту модель. Пока что мы с вами ознакомимся с инструкцией. Еще вменяют, что ведущее колесо якобы не соответствует тоже оригиналу тому, что было на самом деле. Но надо сравнивать, ребят, надо смотреть. Надо прямо вот сравнивать, что значит это все связано с модели AFV, как у нас говорят. И небольшой секрет вам открою. Сегодня у нас есть на обзоре модель от AFV, и мы литники сможем сравнить. Поэтому сейчас посмотрим непосредственно на инструкцию. Довольно просто все собирается. Внешняя ванна. Танк незатейливый в этом смысле. У нас получается с вами два варианта. То есть мы можем собрать его с бронировкой и обычную Сорумовку 112-го завода без бронировки. Так что полноценная модель два в одном. Так, траки у нас идут тоже наборные. Имеются траки на крылья. То есть мы можем поместить какое-то количество траков. Непосредственно есть медный кабель. Посмотрим на него повнимательнее, когда он будет у нас в руках. И вот здесь мы видим уже, каким образом инсталируется сама бронировка на корпус танка Т-34. Дано некое подобие интерьера башни. Тоже на форумах удалось вычитать, что этот интерьер дан не то чтобы сильно полностью. Все-таки основной упор данной модели дан на рабочую подвеску. То есть мы имеем дело с моделью, которая может покататься, которая может попружинить. То есть мы можем каким-то образом поиграть со всем этим делом. На той же диораме или на выставке каким-то образом поставить. Так, чтобы наши катки поиграли. Вот два варианта. Вариант с бронировкой и вариант без бронировки. Так, что же у нас дается в варианте без бронировки? Amma MIG. Краски нам предлагаются традиционно для бордера. Три варианта окраски. То есть за советскую Эстонию. Второй вариант тоже 112-й, естественно, завод. Просто зеленый номер 236. Вариант с бронировкой идет номер 231. Также аморские и миговские цвета. И здесь вот такая вот небольшая зарисовка. На форумах неоднократно возникал спич о том, что модели слизаны с модели от компании AFV. Ну и по нашему, как говорится, AFV. Собственно, не будем мудрствовать лукаво. Давайте заглянем в коробочку с олдовой моделькой от AFV. И просто сравним литники. Инструкция нам не нужна. Мы отодвинем все лишнее. Итак, погнали. Вот у нас непосредственно ванна. Ну, то есть корпус от бордера. То есть наш новенький. Давайте сравним его с AFV. Вот справа у меня AFV. Слева... Ой, поменял стороны. Справа AFV. Слева бордер. Можем приблизиться, так сказать, поближе. И что же мы видим? Слушайте, да. Похоже, похоже. Очень похоже. Единственное, что вот... Допустим, сбоку посмотрим. Давайте, да? Что у нас сбоку? Сверху у нас, напоминаю, AFV, снизу бордер. Ага, вот здесь у нас две тормозилки для балансира. А у бордера одна. Так что отличия все-таки и есть. А в целом, безусловно, ванны, вниз ванны, очень-очень, очень похож. Так, с ванной разобрались. Теперь берем верхнюю часть ванны и тоже смотрим. Тут довольно сложно что-то сравнить в данном случае, поскольку крышка ванны от AFV прозрачная. И если бы они дали бронировку, вот в данном случае, то, соответственно, прозрачная часть была бы уже непрозрачной. И актуальность была бы потеряна. Мне кажется, что у AFV, ну вот в данном случае, отличаются вот эти вот крылышки задние. Давайте повнимательнее посмотрим наверх от бордера. Довольно тонко даны сварные швы. Бронировка, литье. Все, мы это можем увидеть, наблюдать. Так, и AFV в сторону. Давайте сравним башни. Несмотря на то, что у AFV она тоже прозрачная. Сперва посмотрим на литник с башней от бордера. Очень-очень классная, фактурная прям броня. Вот, поглядите-ка. Плюбуйтесь. Не побоюсь этого слова. Пулемет. Казенник пулемета. Хороший питатель, который не мешает нам качественно зачистить, обработать этот пулемет. Сделать видимую часть, рабочую часть непосредственно самой башни. Все мелкие детали, в общем-то, даны. Смотрится приятно. Никакого облоя. Все современно. Давайте сравним с башней от AFV. Я думаю, что в данном обзоре важнее смотреть, чем что-то по этому поводу. Скоротечно тогда вот быстро-быстро пытаться. Сделать какой-то горячий вывод. Вы в комментариях, пожалуйста, оставляйте свое мнение. Что вы считаете по поводу того, откуда растут ноги у этого набора. Но вот, по крайней мере, набор от AFV вы можете видеть. Теперь обратим свой взор на дополнительное бронирование. Еще раз скажу о том, что, да, бордер все-таки предлагает нам вот эти петли. Вот здесь они у нас расположены. Эти петли все-таки варианта, скажем так, как бы это правильно сказать. Варианта, который не пошел в серию. Да, это был вариант испытательный. Собственно, для того, чтобы нам сделать серийный, эти петли нужно срезать. Фотографию мы предлагаем. И немножечко приложив усилий, при помощи проволоки прямых рук, в общем, все это дело исправить. И сделать немножечко видоизмененные петли. В целом же, в остальном, мне довольно сложно говорить об этой машине. Их было всего 46 штук. Пять вариантов бронирования. Один вариант пошел без бронирования башни. Второй вариант пошел с бронированием башни. То есть, были какие-то, наверное, еще испытания во время уже принятия этой машины непосредственно в армию. То есть, может быть, и полевые какие-то доработки были. Сложно сказать. Поэтому отдадим это все профессионалам, знатокам. Мы же с вами просто посмотрим на литники. И, мне кажется, примем уже решение, основываясь на таких факторах, как цена, качество, доступность модели. Потому что это тоже немаловажно. Давайте сравним нижний кормовой лист с бронировками картеров. Ну, просто говоря, короче, заднюю часть вот эту. Смотрите, вот это вот у нас бордер. Это у нас FV. Мне вот кажется, если честно, то у бордера швы сделаны поизящней. Само литье, оно какое-то более, более фактурное. Так, ладно, с этими вещами мы разобрались более-менее. Вот что, на что интересно посмотреть, так это вот на это злосчастное ведущее колесо, которое, как говорят, перекочевало от FV непосредственно на модель от Border Models. Давайте его сравним. Вот у нас ведущее колесо FV. Вот ведущее колесо Border Models. И говорят, что оно переразмерено, то есть, вроде бы, как больше, чем нужно в диаметре. Ну, что сказать. Да, действительно, крайне похоже. Единственное, что вот эта вот окантовка у FV, она потолще сделана. Да, вот эти вот кружочки, назовем их так, у бордера, она потоньше. На траках даны литьевые номера. Вот заводские. Так, смотрим на колеса. Вот вы можете видеть, как они выглядят. Так, балансиры у нас. Вроде как должны быть круглые, а даны прямоугольные. Вот придираются и к миниартовской модели, и вот к бордеровской теперь уже тоже. Но не знаю, ребят, насколько это важно, учитывая, что это все будет закрыто колесами. Мне кажется, что какая-то боль из этого. Нет никакой боли. И смотрите, у нас есть пакетик с допами. Вообще, характерно, китайцы торопились. Чего-то накосячили в инструкции. И вот тебе на, пожалуйста, на листочке напечатали исправление. Значит, тут у нас не Т1, а Т2. То есть, надо местами поменять вот эти сборные гусеницы, сборные траки. Но я думаю, что здесь разобраться не составит никакого труда. Давайте посмотрим, что там есть. Так, точеный ствол. Смотрите-ка, у точеного ствола есть нарезка внутри. А она действительно там сделана. Выглядит это круто. Так, у нас есть виниловые втулки. Ну, соответственно, для того, чтобы колеса могли вращаться. И вся наша подвеска могла быть... Ну, то есть, стала бы подвижной. Так, декаль от самого Border Models. Ну, про декаль мне сложно что-то сказать. Потому что... Ну, декаль как декаль. Мне кажется, они сейчас все примерно одинаково выглядят. Какие-то еще есть вот... Сложенные вещи, видимо. Имущество экипажа можно вот на это все поведеть. Плата фототравления. Такая незатейливая, собственно, вот сзади. То, что у нас закрывает крышку. Это все дано одной сеточкой. Пара ремешков. И еще траки, траки, траки. Собственно, давайте к тракам обратимся. А, секундочку. Пружинки. Вот в отдельном пакете киданы пружинки. Я не буду доставать, чтобы не потерять. Прозрачные детали. Это детали фары. И сами траки. Давайте на них посмотрим повнимательнее. Ну, довольно тоненько все сделано. А, я понял. Ребята, они работают на защелке. Вот тут есть небольшие такие пимпочки. Вот, видите. И мы защелкиваем вот в эти дырочки. И трак у нас получается рабочий. Вот так. Так что, думаю, все будет работать. Ну, дорогие друзья, брать или не брать, решать, конечно же, вам. Модель, безусловно, выглядит аппетитно, интересно. Такая подача. Пластик гораздо приятнее, чем у того же AFV. Во-первых, модель новая. Проработка деталей тоньше, аккуратнее. Получается модели две в одном. Рабочая подвеска. Два варианта. То есть, с бронировкой и без нее. В модельном маркете она по предзаказу на начало сентября 2020 года стоит 2750 рублей. Ссылочку оставляю в комментариях. Также оставляю ссылку на группу ВКонтакте. Заходите, подпишитесь. Там много чего интересного. А также подписывайтесь на канал Мясистый Моделизм. Будьте в курсе всего самого интересного, нового. И не болейте.